Словно по злой на смешке судьбы, жители домов по улице Кислородной не могут вздохнуть полной грудью. Даже при всем желании это сделать, горло подкатывает тошнота. А всему виной куча мусора, выросшая из-за бездействия коммунальщиков до огромных размеров. Нечистоты повлекли за собой стаи огромных крыс, которые очень быстро перенесли внимание с помоек на запасы продовольствия в домах. Буквально сегодня ночью хвостатые твари уничтожили мясо в кладовой одной из жительниц. Вот в администрацию мы ходили, нас не записывают туда. Не я одна такая, что ходила туда, обращалась. Люди с 15-го дома ходили уже. И писали мы, и президенту писала с 15-го дома тут. И все, отказ был, и все. Никто ничего не приезжает, даже не смотрит. Ни комиссии, ничего никакой не было. Попытки обращения жильцов к ластям эффекта не возымели. Люди жалуются, что управляющим компаниям на них просто плевать. Чистый город, отвечавший за эти дома, давно отказался от обслуживания, и улица осталась просто бесхозной. Отсутствие ЖУКа в жилищном комитете объяснили нежеланием бизнесменов связываться с бараками. На эти дома мы объявляли в мае месяце 6-го. У нас должен быть состояться конкурс. Он не состоялся. Ни одна управляющая компания, ни один, ну, не заявились на того, чтобы управлять эти домами. Мы этот конкурс переобъявили. Сами дома оставляют желать лучшего. Помнящие первый полет человека в космос, сегодня они грозят отправить людей на небеса в любую минуту. Жильцы горестно шутят, что пока одного из них не придавят или не съедят помойные крысы, городу на них будет просто наплевать. Артем Кондратьев, Вадим Светлаков, ЗАПТ-ТВ.